Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. Сегодня отправится первый дополнительный поезд по маршруту Уральска-Астана. Он призван устранить дефицит мест для посетителей международной специализированной выставки Экспо-2017. Поезд будет отправляться в столицу Казахстана по нечетным дням. С учетом имеющихся поездов уральцы смогут выезжать в Астану ежедневно. Завершается большой подготовительный период к выставке Экспо-2017. На днях в столице Казахстана пройдет открытие этого масштабного мероприятия. В филиале АО «Пассажирские перевозки» отметили, что вагоны для дополнительного поезда Уральска-Астана поступили с разных регионов Казахстана. Их отмыли и привели в порядок. Сейчас они полностью готовы к приему первых пассажиров. У нас подготовлены вагоны. Количество 16 штук, то есть по 8 вагонов по числам нечетным. Проводим экипировку вагонов в настоящий момент матрасами, то есть постельным бельем. В общем, всем необходимым для удобства и оказания сервиса для пассажиров. Как билеты расходятся? Билеты продаются хорошо. Группы, организованные через турфирмы, покупают билеты в наших билетных кастах и будут выезжать. Между тем, с 1 июня на железнодорожном вокзале Уральска начали досматривать пассажиров. Меры безопасности усилены к Экспо-2017. Стоит отметить, что досмотр будет проходить вручную. Оборудование, установленное на вокзале, до сих пор не подключено. С 1 июня в вокзалах Уральска введена досмотр военизированной охраны. То есть пассажиры, приходящие на вокзал, будут досматриваться для исключения негативных ситуаций пассажиров, которые будут отправляться на Астану для Экспо и вообще в целом. Дополнительный поезд до Астаны будет прибывать на новый железнодорожный вокзал Нурлыжол, который на днях открылся в столице Казахстана. Роман Копнеев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. В областном центре вновь начали ремонтировать набережную, которая оказалась подтопленной после весеннего паводка. В этом году максимальный уровень реки Урал составил 588 сантиметров над нулем поста. Сейчас вода сошла, обнажив многочисленные дефекты. Местами обвалилась плитка, а дворникам пришлось выметать 5-сантиметровый слой ила и грязи, который оказался на брусчатке. Напомним, что на строительство объекта было потрачено около 500 миллионов тенге. Между тем, специалисты не раз критиковали дорогостоящий проект, который реализован на подтапливаемом прибрежнем участке. В настоящее время идут восстановительные работы по гарантийным обязательствам ТОО БОЛА ШАКТЕ. На сегодняшний день идет замена плит, кофелей, укладка бурсчатки, где произошла информация, где уже она имеет дефекты. Также производятся работы по санитарной очистке территории работниками ТОО «ЖАКТЕ ЗАКОЛА». В Уральске в ближайшее время начнет монтаж оборудования для газотурбинной установки ТЭЦ. Запчасти уже находятся на территории республики и в ближайшее время прибудут в город. Напомним, что в марте 2014 года пропали 350 миллионов тенге, выделенные на приобретение необходимого оборудования для АО «ЖАКТЕПЛОЭНЕРГО». Из-за хищения этих денег за решетку отправились генеральный директор предприятия и руководитель отдела госзакупок. Шеф-монтаж оборудования японского производства фирмы «Хитачи» запланирован на июль. Для этого пригласят иностранных специалистов. В АО «ЖАКТЕПЛОЭНЕРГО» отметили, что они завершили проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях. Выявленные порывы были устранены. В данный момент тепловики приступили к проведению ремонта вспомогательного оборудования и котлов на ТЭЦ. Первый отремонтированный котел уже готов к эксплуатации. «По пятому энергетическому котлу ведутся также монтажные и демонтажные работы. Работы выполнены на 30%. По пятому энергетическому котлу у нас планируется заменить водяной экономазер поверхностя нагрева также 100%. По третьему котлу – это водогрейный котел номер 7. Мы планируем заменить конвективную часть поверхностя нагрева также 100%. Согласно государственным закупкам, провели конкурс на закуп конвективной части. На сегодня уже 50% конвективной части находится на площадке «Уральский ТЭЦ». И остальные 50% сейчас находятся в пути. Сейчас из-за капитального ремонта тепломагистрали несколько десятков многоэтажных домов в городе остаются без горячей воды. Работы планируется завершить к августу месяцу. Руководством ЖАИ «Теплоэнерго» планировалось провести в этом году ремонт 8,7 километров тепловых сетей. На сегодня выполнены работы, уже 2,2 километра уже произведены работы, подписаны акты выполненных работ. Дебютерская задолженность населения перед акционером, в общем, ЖАИ «Теплоэнерго» задолженность составляет 672 миллиона. Население нам должно 672 миллиона тенге. Стоит отметить, что сейчас задолженность тепловиков за газ составляет порядка 430 миллионов тенге. Составлено медиативное соглашение САО «Каз-Трансгаз-Аймак», а по этапному погашению этой суммы сейчас имеются судебные решения на взыскание 150 миллионов тенге с должников. Роман Копняев, Айбулат Жегепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральцы возмущены отключенными фонтанами. Обычно они начинают свою работу еще в мае. Но на дворе июнь, а фонтаны до сих пор без воды. Коммунальщики заявили, что еще не завершены тендерные процедуры и не определен подрядчик. Поэтому жителям областного центра в очередной раз предлагают потерпеть. В Уральске насчитывается 15 фонтанов на 12 объектах. В основном они расположены в скверах и на площадях. Большой фонтан расположен на вокзальной площади у памятника Чапаева. Здесь царит запустение, плитка местами отвалилась, оборудование проржавело. Один из самых популярных фонтанов расположен на проспекте Достык-Дружба областного маслехата. Возле него можно заметить рабочих, которые заявили, что делают здесь ремонт. Но активности люди не проявляли. Горожане возмущены подобным бездействием коммунальных служб. Живем недалеко от главного фонтана в городе. Его все еще не включили, хотя уже начался первый месяц лета. Каждый день выходим с ребенком гулять. И вот кроме голубей не на что смотреть. Раньше на 1 мая пускали фонтаны все. Сейчас по всему городу у нас нету. В 6-м микроэйоне пустили. Сюда ходят пожилые люди, отдыхают. Мамаши с детишками ходят. Какое развлечение детям-то? Неужели каждый будет туда ездить? Ведь это же надо еще деньги на автобус. Или пожилая женщина пройдет, погуляется, подышит. И возможности никакой нет. Лето началось. Лето началось. Уже июнь месяц. Что за безобразие? Нам все это отказывают. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что ежегодно на содержание и обслуживание фонтанов выделяют порядка 50 миллионов тенге. В этом году исправно работают 11 фонтанов на новой площади. Все остальные объекты бездействуют. И повлиять на это коммунальщики не могут. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Срок окончания конкурсной процедуры – вторая половина июня месяца. До этого момента какие будут работать, какие нет? Ну, как вы и знаете, без определения подрядной организации данные фонтаны пока не будут работать. Как мы долго закручим, все фонтаны в городе будут запущены. Стоит надеяться, что конкурс пройдет вовремя. И уже к июлю месяцу фонтаны порадуют горожан прохладой. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова